Первым местом, куда прибыли председатели, депутаты Народного Хурала, стало агропромышленное объединение Кяхтинское. На сегодняшний день оно занимает ведущие позиции в районе по разведению КРС «Овец и свиней», а также находится в лидерах по производству зерна и картофеля. С финансированием проблем в принципе не возникает, впрочем, как и в других хозяйствах района. Главный вопрос, который беспокоит всех фермеров – отсутствие свободных земель. Единственная проблема – не хватает земли, трудности земли. Чтобы вот в этом году мы посадили где-то 1400 гектаров зерновых, а на будущий год уже под пашню нет земли. Через год там еще более много. Вторым местом посещения Матвея Гершевича и парламентария встало село Наушки. Там свои проблемы, в их числе реконструкция и строительство мостов через Селенгу, которые соединят Джидинский и Кяхтинский районы. Не менее важным является и строительство дамбы. В зоне затопления находится несколько десятков домов. И это только верхушка айсберга. На все эти работы нужны немалые средства. Сейчас район тоже изыскивает средства в сумме 1,5 млн. на проектную смету документации этого моста. Но как здесь уже отмечалось, на строительство защитной дамбы планируется порядка 180 млн. На капитальный ремонт этого моста планируется порядка 15-20 млн. Что же касается самого города Кяхты, то там одна из насущных проблем – перевод бывшей молочной кухни под стационар педиатрического отделения районной больницы. Сегодня все медицинские учреждения полностью загружены. Ознакомившись с проблемами района, спикер Народного хурала рассказал, в каких проектах району будет оказана поддержка. Мы его поддержим в вопросе строительства или ремонта, реконструкции, я бы сказал, здесь больницы небольшой, который в центре, будет клиника по детским врачам. Мы в очень важном вопросе его поддержим, это представление оформления земельных участков, которые сейчас тоже в районе надо очень серьезно разобраться. Здесь есть и земли республиканского значения, районного. Наряду с господдержкой администрация Кяхтинского района привлекает в район иностранных инвесторов для развития объектов туристического кластера. Инвесторы будут застраивать свои объекты, это гостиничные комплексы, здравницы, Роснефти, объекты автозаправочных станций, автосервиса и многие-многие другие. Батар Ламбаев, Сергей Петров, Новости дня.